всех приветствую сегодня 14 марта хочу показать свои растюшки на кухне давненько не показывал я здесь свои растюшечки и сегодня решила все-таки показать начались уже давным-давно пересадки активно пересаживается черенкуются растения по очереди приживаются уже какие-то пересаженные давно и на этом подоконнике я начинаю пересадки и формирование цветов тоже растений первыми как раз у меня начинается на кухне пока на данный момент у меня все выглядит вот так но все еще будет меняться расположение что-то убираю что-то добавляю сюда что-то представляют другие комнаты скоро все пойдет на балкон не так скоро конечно середина апреля это точно и какие-то уже наверное такие как декабрист фуксии уже можно будет недельки через две выставить меня балкон немного утепленный давайте уже начнем а то болтаю болтаю это бегоня коралловая красоточка обожаю ее вот таким пышным кустиком она у меня растет несколько черенков в одном горшке тут посажены на фитильном поливе недавно я и присадила но она у меня стоит здесь уже на кухне вот именно на этом месте с прошлого года очень хорошо растет активно пока не цвела но сейчас гигантские листья наращивает по 25 сантиметров но уже не умещается на этот подоконник буду я ее отсюда убирать поставлю скоро на балкон наверное может быть к середине к середине апреля чтобы она не замерзла раньше нельзя будет ее оставлять там еще прохладно будет но здесь она уже вообще ни в какие ворота не лезет постоянные и дыркаю листочки они рвутся от этого портится нужно что-то с ней делать место искать ей очень долго внимание вострела уже две с половиной минут давайте следующее растение посмотрим это олеандрик пересаженный обрезанный такой кустик это розовый олеандр обычно не махровый вот на таком штамме толстый ствол у него вот раз стоят черенки укореняются очень долго прошлом году быстрее укоренились гигантум на самом деле он варигатный но пока у меня зеленый материнское растение очень варигатно это blizzard сорт буду ждать него варигатных листьев варигатность возвращается фуксия обрезанная сформированная фуксия которая зацвела у меня зачем-то одним бутоном одним цветком зимовал на этом окне было огромнейшая просто огромнейший наверно метр диаметр и высота около метра тоже я не обрезал это месяц назад черенки благополучно все укоренились вот такие все жирные мощные очень много череночков будет вот такой у нее штамп тоже скоро пойдет на балкон очень любит свежий воздух самый обычный сорт от самый простой неприхотливый гибискус липолисный варигатный после обрезки вот с таким стволом толстым мощный красавица у меня был есть видео с обрезкой и черенкованием и укоренением черенков череночки благополучно укоренились два черенка очень хорошо который поменьше который побольше размером были они послабее пока еще одна адаптация стоят но они все равно все уже с корешочками буду его пересаживать скоро жду пока немножко брастет пересадка обязательно нужно плющ канарский варигатный привезенные сочи обалденный плющ с очень крупными листьями с очень шикарной варигатности белый белый но боюсь я его пересаживать и пересаживать нужно в этом году будет сначала пару череночков себе отрежу поставлю их укоренять на всякий случай а то вдруг после пересадки что случится не дай бог конечно потому что такие взрослые плющи пересадку переносит тяжеловато грунт уже все равно старенький можно его обязательно пересадить вот такой красавица любит прохладу капризничать немножко иногда следующий плющ канарский тоже тоже варигатный но у него как-то мне кажется зелени побольше листочки немного другой формы они очень похожи эти сорта у первого сорта который сочи привезла с более белыми листьями него прям такие какие-то мне кажется более круглые листочки у этого какие заостренные все-таки они все равно немножко разные тоже его нужно пересадить и тоже также обрежу пару череночков срежу на укоренение себе а потом уже буду пересадка заниматься вот они два сравнения ведь один такой более зеленый хотя он тоже варигатный и листья у него чуть-чуть другой формы этот как мне больше нравится хотя этот тоже красавчик этот более белоснежный которые сочи оба они любят прохладу ну капризнее вот этот вот более варигатный это мой абутилончик была снежка после пересадки после обрезки активно наращивает листву и уже зацветает давно бы зацвел но я ему немного помешала пересадкой только сняла тепличку пару дней назад только-только он привык привык начинает привыкать свежему воздуху без теплицы такой мне экземплярчик на штамбе есть лишь еще желтый он на этом же окне ну у него листочков прям практически нету мало очень листьев желтый лютик тоже жду пока немножко разрастутся тоже пойдут на балкон не так скоро ближе к маю пересадила пару дней назад свою ходечку карнозу кринкала 8 в таком пакете на адаптации пока недельки две постоит хотя она вроде себя и так неплохо чувствует возможно и без теплички было бы ей хорошо но здесь она у меня стоит прям около стекла поддувает ей форточку и она микро частенько открываю поэтому все таки пускай будет в тепличке адаптируется немножко и тепличку беру так далее это у меня моя красоточка пеларгонии душистый бантроса и вот так разрослась вот такая длиннющая стала буду резать ее обязательно давно бы порезала но место на стеллаже в этом году вообще не хватает очень много черенков жду пока начнется продажа на следующей неделе выставлю уже излишки свои где-нибудь во вторник или в среду 19 или 20 числа будет первый обзор с излишками у кого уже более тепло до минус трех градусов ночной температуры если то смогу отправлять первые посылочки утепленной упаковки и буду вскоре черенковать эту красотку тоже укоренять я бы конечно ее не резала такая красивущая такая набивная вся густая но куда куда такая палка она уже наверно сантиметров 40 около 50 и будет вообще метровая это просто некрасиво нужно из нее сформировать красивенный куст тогда она будет смотреться очень даже симпатично если ее обрезать и сформировать красиво так колечки мани макрофилла под офф-голд что-то выдает мне какие-то листочки не варегатные же второй лист вон там молодой лист 2 без варегатности идет не знаю очень капризная хоя на медленно растет и капризничает у многих слышала чего не скажешь про макрофиллу альбомаргинату это дамочка уступчивая не такая капризная всю полностью не смогу показать только частями попадает в кадр вон там ее листочки там вот проглядывает у меня каланхоя варегатная небольшая деточка хочешь к мере дичи потихонечку мне растет тоже полностью все разгладеть не удастся хоя кэри сплэш это не сильвер сплэш а просто сплэшная тут у меня плектрантус небольшой черночек южный южный плектрантус и хоечка кэри перманент и лоу огромные хои у меня этого вида листья у нее достигают до самой крупной до 15 сантиметров растут на солнце ярком варегатные желтой варегатности в середине листа вот с другого ракурса вот так она выглядит сейчас это не молодой прирост на камере листья не особо большие на самом деле они такие мощные такие лошадушки тут немножко с этого ракурса видно меридичи и альбомаргинату макрофилу покажу наверху растюшки на подвесе вот у меня церапегия это обычная зеленая на солнышке всегда загорает очень яркая красивая но в этом году я ее буду продавать полностью весь горшок я ставлю только варегатную она у меня очень большая огромная там внизу большие плети еще одна хоечка кэри перманент и лоу тоже громадная это у меня в излишках второй экземпляр продается но почты навряд ли я смогу не отправить потому что такая громадина далее у меня плющи варегатные хидеры вот этот просто огромный сейчас висит другой стороной та сторона которая как ну она просто пушистая мощная огромная разглядывать эту красоту можно вечно тоже нужно пересаживать боюсь как перенесет пересадку там куст очень громадный несколько несколько стволов у него никак он после пересадки себя будет чувствовать страшновато но земля уже хотя меняла прошлом году все равно уже староватая грунт нужен новый следующий плющик это природный плющ привезенный с юга очень крупный тоже уже листочки мельчит грунт нужен свежий свежий воздух очень хочет на балкон ну пойдет только через месяц примерно потому что пересажу пока адаптирую под пакетом тепличкой и пока он пройдет всегда пройдет наверно около месяца следующие это буги навели варегатная такая красавица но растет конечно вот такими во все стороны палками цветы у нее ярко-красно-оранжевая но не знаю думаю насчет нее может буду полностью целиком все продавать и уже несколько лет ствол толстый очень жалко но так она свои ветки раскидывать во все стороны не особо мне это нравится здесь у меня обрезанный плющ такой кружевной отдельно поставила еще показать бегунью коралловую вот такая красавица очень жду ее цветение может она меня порадует в этом году обожаю эту бегушку и и роскошнейшие листья горохи огромные классные такие сорт старый но очень мой любимый люблю люблю эту красоточку вот такой стендапсус тайский это природник привезенный из таиланда стоит у меня на столе здесь же на кухне окно он уже не поместился чтобы вам показать такой вот у меня пушистый кустик если побольше света ему дать то листья будет с очень желтой в регатности и очень крупные природе листья прям наверно к сантиметров около 20 у него и разрезные это в природе у меня места не хватает и не более зеленый хотя вот в этом году уже начинают прирост начинается более в регатных листьев и моя красотка налина вот так я ее отдельно покажу большая пушистая моя красавица вот такие у меня цветочки живут на кухне я буду на этом заканчивается обзор желаю всем здоровьица удачки благополучия и до новых встреч пока пока